Всем привет, ребят! Сегодня 15 февраля. Я продолжаю свой видеодневник. Сразу хотелось бы ответить на ваши вопросы. Кто за нас переживает, пишет нам на почту письма. Также комментарии. Кто интересуется, как прошла у нас ночь. Сразу хотелось бы ответить, что ночь прошла у нас спокойно. Взрывов мы не слышали. Но очень часто были тревоги. Что еще хотелось, ребят, ответить? Много в комментариях. Кто-то с добрых побуждений, кто-то с недобрых. В общем, пишут. Уезжайте со страны, бросайте, мол, все. Свою квартиру. Уезжайте вообще куда-то из страны подальше. Ребят, хочется ответить. На этот вопрос уже неоднократно отвечал. Так как понимаю, что безопасность прежде всего и себя, ребенка и жены. Но так как крайней необходимости в этом нету, слава богу, уезжать мы не собираемся. Изначально не уехали, когда могли уехать. А сейчас так тем более не уедем никуда, ребят. Спасибо, конечно, очень приятно, что вы переживаете, что вы советуете. Но выезжать мы не будем никуда. Надеемся, не придется, ребят. Родная тетка тоже уехала за границу с мужем. У них остался дом. Он на краине города находится, там частный. Они тоже уже неоднократно нам предлагали. Говорит, переезжайте хотя бы в наш дом. Все-таки как бы потише, частный сектор поспокойнее будет, чем вы там в квартире сидите. Но, не знаю, ребят. Пока мы тоже не хотим ехать. Все-таки в квартире привыкли. Все-таки своя квартира есть своя. Думаю, кто уже в квартире поймет, что такое квартира и частный дом. Частному дому, не знаю, привыкать нужно. И, не знаю, тем более, знаете, все-таки чужой дом тоже как-то не уютно, не комфортно. У них еще там как бы тоже отопления нет. У них только там печное. Дрова. Дрова нужна. Ну, тоже свои как бы неудобства. Ну, я говорю, больше, конечно, как-то не комфортно ехать. Люди оставили там. Они не навсегда уехали. Они просто поехали к дочке за границу. Ну, планируют вернуться, не знаю, когда там. Ближе к лету, возможно. То есть, прилагают как-то пожить там время какое-то определенное, типа. Ну, а потом приедут, что потом? Опять обратно ездить. Сюда, туда. Ну, как бы не очень хочется. Поэтому будем в своей квартире. Свой дом, своя крепость. Надеемся, что все будет в порядке. Ждем мира, ребят. Окончание войны уже. Так что, ребят, берегите себя. Хорошего вам настроения. Мир на небо над головой. Ну, а мы дальше ведем свой ролик. Не переключайтесь. Ребят, Света, наша мама, пошла по делам. Нас с Тимочкой опять сегодня оставила наедине. Кушар здесь втроем. Развлекаемся как можем. Лапа, куда пошла? Иди сюда. Лапа. В принципе, нам и втроем не скучно. Да, Тимочка? Да? И втроем не скучно. Вот машинками здесь играемся. Да, Тимочка? Играемся машинками. Как машинка делает? Покажи, Тимочка. Тима? Ну, закисю, надо. Надо хвоста потаскать. Тимочка, как машинка делает? Тима? Куда ты пошел, закисец? Куда закисец пошел? Тимочка? Остается кисе. Тима? Скажи привет всем. Скажи привет всем. Хе-хе-хе. Не надо ничего нажимать. Не надо ничего нажимать там. Тима? Не надо ничего нажимать. Выключишь съемку. Не надо выключать ничего. Давай поиграемся. А как вот эта машинка делает, Тимочка? Как вот эта машинка делает? Скажешь? Скажи, как она делает, эта машинка? Жим-жим. Как делает машинка, Тимочка? Камеру надо смотреть. Тимочка, как машинка делает? Нет, там кися. Там кися нужна. Кися долго не выдержит. Так. Пошел я за Тимочкой. Куда он там пошел? Тима? Ты куда? Тима? Ой, в общем, веселый денек сегодня очередной. Ну ничего, прорвемся. Так, у нас на ужин намечаются куриные стейки. Снимаю шкурки, чтобы не такие жирные были. А то со шкурками слишком жирные. Лапа тут танцует. Сынуль, что там такое? Тимка? Тимки тут игровая. В кухне, как всегда. Вот такие игрушки странные, да, Тим? Где ты уже опять нашел этот ключ? Открывачку для... Открывачку эту. Лапа! Тяжело. Что? Тяжело. Тяжело? Кому сейчас легко? Как это будет или... Голова-ка скалывалась-то, капец. С маленьким ребенком реально нелегко. У кого ребенок был маленький, я думаю, поймут. Но у кого не было, понять тяжело. И раньше тоже не понимал. Когда говорили, вот я так устал от ребенка, от маленького. Хочу отдохнуть. Сейчас реально понимают их людей. Раньше думал иначе. Лапа. Лапа, что ты хочешь? Что ты хочешь от меня хочешь? Что она хочет? Курицы хочет она. Курицы от меня хочешь. Получишь курицы, если будешь себя хорошо вести. Не наглядь только. Курочка в рукаве готова. Сейчас будем засовывать ее в духовку. Сейчас прогревается. Ребят, всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Также не забудьте подписаться на наш канал, если смотрите нас первый раз. Мы с вами прощаемся до завтра. Всем мирного неба над головой. Мира и добра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok